Многие горожане, которые прогуливались днём по проспекту Музруково, были удивлены. Ведь их глазам предстал не кто-то, а сам Александр Сергеевич Пушкин. Великий поэт посетил фото-выставку, посвященную 225-летию со дня его собственного рождения. Точнее говоря, классик сам и открыл выставку. Выставка открыта! Прошу! Фото-выставку «Пушкин в городе» организовала детская городская библиотека имени поэта. Все, кто будет прогуливаться мимо парка имени Зернова в нашем любимом городе, увидят Александра Сергеевича Пушкина в совершенно неожиданных, казалось бы, для него, но похожих, знакомых, любимых локациях для наших горожан. Посетители фото-выставки могут увидеть Пушкина в магазинах, в парикмахерской или в детском парке. Поэт изображён на самокате или снимающем деньги в банкомате. Каждой фотографией подобрана цитата Александра Сергеевича. Ведь Пушкин актуален всегда. Он современен и всегда рядом с нами. Сильный след оставил вообще в становлении культуры. И то, как он писал, то, что ты когда читал, ты чувствовал вот это вот... Он был такой родной человек всё равно. То есть ты его мог и понимать, ты его мог не принимать какие-то, допустим, там стихотворения, всё такое прочее. То есть это родной достаточно человек, понятный, простой, задорный, весёлый. Идея соединить великого поэта с городскими пейзажами пришла креативным работникам детской библиотеки. Воплотил идею в жизнь фотохудожник Владимир Черкасов. У меня есть любимая серия фотографий, если не ошибаюсь, их тут три, где Александр Сергеевич на пустынке у иконы Серафима Саровского ставит свечку, молится ему. Вот эта вот серия у меня самая любимая. Я когда впервые увидела эти фотографии, признаюсь честно, у меня мурашки по всему телу побежали. Это такие эмоции, которые ты испытываешь очень редко. Празднование продолжилось в театральном сквере. В этом году исполнилось 70 лет, с тех пор, как Сарову присвоили статус города. Ведущие концерта, артисты Саровского драматического театра Анфиса Карманова и Дмитрий Зонов, рассказали горожанам о судьбе города. За свою историю он сменил несколько названий. КБ-11, Объект 550, База номер 112, Кремлёв, Арзамас-75, Арзамас-16 и, наконец, Саров. Для горожан выступал Нижегородский губернский оркестр и народный хореографический коллектив. Артисты исполняли известные песни, а также песни, посвященные Сарову. Завершился концерт выступлением группы Сурганова и оркестр, а также певца Виктора Салтыкова. Никита Белямов, Руслан Лапшин, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24.